Максим Геннадьевич, добрый день. Добрый день. Здесь вот у нас сама обстановка располагает к разговорам о туризме, о летнем отдыхе. И сейчас как раз туристический сезон в разгаре. Расскажите, пожалуйста, как он проходит, о чем уже говорят цифры, и какие прогнозы у Минека по итогам этого лета и вообще всего года? Ну, цифры пока по сезону, по летнему мы видим, конечно, в первую очередь через призму роста спроса. И, к сожалению, здесь мы видим определенный рост цен, в том числе, который говорит о том, что с одной стороны спрос есть, с другой стороны видим о том, что предложение за ним явно не поспевает. Поэтому все эти программы поддержки, которые мы развернули, модульные гостиницы, вот то, что мы сейчас видим, это те самые глэмпинги, которые возводятся за считанные дни, и можно быстро очень развернуть. Вот, например, стоимость такого домика где-то примерно от 3 до 4 миллионов, ну, в чистую домик, да, тут еще коммуникации надо подвести, понятно, площадка и так далее, но если в чистую брать домик, 3-4 миллиона, при этом 50% в стоимости, ну, до полутора миллионов рублей мы субсидировали из бюджета, и это вот были такие очень крупные программы, которые по поручению президента мы реализовали. Сейчас регионы и бизнес, ну, вот, достраивают, вводят эти домики, да, иногда бывает так, что эти домики уже работают, то есть они, а бумаги еще, так сказать, у нас по отчетности пока ноль, поэтому мы сейчас с регионами активно работаем. Понятно, что бизнес, он занимается бизнесом, и ему нужно сезон, горячий сезон, чтобы служить все эти потоки и так далее, да, вот, ну, а нам-то надо, президент дал добро на продление этой программы, но мы не можем продлять программы, если у нас, так сказать, хвосты есть, да, и мы там что-то не доделали, поэтому сейчас вместе с регионами активно этим занимаемся, вот, ну, это такие повседневные задачи, а в целом, конечно, если возвращаться к цифрам, по прошлому году у нас 83 миллиона было турпоездок, мы считаем только туристов, тех, кто ездит и останавливается в гостиницах классифицированных, есть такая особенность учета, поэтому те, кто там у родных, у близких, где-то, значит, там в гостевых домах, которые пока не легализованы, вот, то это у нас все из отчетности, так сказать, выпадает, вот, ну, это в том числе и отражает нашу задачу по легализации, тоже по наведению порядка в отрасли, вот, по этому году мы ждем, превысим планку в 90 миллионов, и то, что мы видим по четырем месяцам, мы, в общем, идем на эту цифру, вот, поэтому динамика, динамика хорошая, спрос внутренний большой, россияне стали больше ездить и больше доверять своей стране, и это уже точно не там какое-то постпандемийное и так далее восстановление, да, это реальное изменение спроса, бизнес в это поверил, бизнес в это пошел инвестировать, причем малый бизнес, крупный бизнес, мы реализовали, помимо, вот, модулей, сейчас большую программу по поддержке строительства уже крупных гостиниц, понятно, что их там за год, в отличие вот таких объектов, не построишь, это все там два, три, иногда четыре года, это крупные уже такие магниты, вот, но всего мы по этому году поддержали 100, 160, больше 160 проектов, как бы, это и гостиницы, это в том числе и 10, не ошибаюсь, там 9-10 аквапарков, 9-10 у нас горнолыжек, 3 парка развлечений, ну, то есть такие, как бы, уже крупные центры, точки притяжения, вот, но это все важно, да, но не менее важно, вот, те объекты, вот, такие, как, где мы сейчас находимся, вот, потому что здесь действительно, здесь вот, исторически была база отдыха, большая база отдыха, были старые счетовые домики, и вот сейчас, благодаря всем нашим программам, благодаря, вот, предпринимательской инициативе коллеги активно обновляют, вот, то, что мы сейчас видим, такие, там, 3-4 типа таких домиков, плюс, благодаря субсидиям, которые выделяли здесь, вот, и бассейн построен, и набережная есть, ну, то есть такой мощный центр притяжения, рядом, вот, другой предприниматель арендовал, да, поляну, вот, можно ее посмотреть, тоже здесь фестивали проводятся, да, то есть возникает такая синергия, мы сейчас, я сейчас обратил внимание, мы сюда ехали, очень много старых баз, понятно, где-то собственники там вкладываются, где-то не вкладываются, мы поговорили, сейчас вот с губернатором тоже еще проговорим, хорошо бы сделать единый мастер-план на такую территорию, подумать, мы скомбинируем наши федеральные, региональные меры поддержки, и постараться уже реновировать, подходить к этому в целом, к территории, потому что вот только вот это вот место в состоянии, полтора, полторы тысячи человек принять за раз, что называется, да, а если взять, да, 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 если взять все там базы вокруг, я думаю, эту цифру можно удвоить, а это уже тот поток, ну, по сути, это такой, в общем и целом такой видимый, ну, региональный или даже межрегиональный курорт, поэтому можно здесь строить, вот предприниматели, там есть у них идея и концертный зал какой-то сделать для того, чтобы сглаживать сезонности, и термы сделать, да, потому что вот если это все использовать там 4-5 месяцев в году, это все не окупится, поэтому задача это использовать, ну, там, 10-11 месяцев в году, то есть, ну, то есть максимально сглаживать вот эти вот межсезонные пики, и в последнее время у нас на самом деле такая тенденция есть, но она не сама собой рождается, да, она рождается благодаря тому, что предприниматели научились с этим работать. Фестивали какие-то, мероприятия, ивенты, там, в том числе и где-то детскими группами догружают, потому что где дети, там, и родители, да, какие-то мероприятия, вот, термы, там, бани, там, не знаю, квадроциклы, снегоходы и так далее, и так далее, это все позволяет, да. То есть вместо отдыха, да, превращается в полноценные такие досуговые. Да, с другой стороны, конечно, мощный внутренний спрос, как бы люди, люди хотят, люди готовы, люди поверили в страну, людям интересно, если это все грамотно еще добавлять, там, ну, понятно, здесь вообще исторические места все, да, здесь грамотно рассказывать об истории, грамотно показывать артефакты, ну, здесь уже вот Тульская область, Калуга, здесь масса монастырей, архитектура, ну, здесь просто живая история, да, поэтому, конечно, здорово, ну, и дороги развиваются все равно, хотя, хотя есть что еще делать, мы сейчас по автотуризму, у нас большая программа, она на контроле у президента находится, да, такие важные вещи, ну, даже элементарно, ехали, куда кофе заехать попить, ну, 50 километров проехали, не, 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 не одной заправки, да, 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 но это задача, это не проблема, это задача, которую точно можно решить, и она решается, хотя вот в Алексине здесь хорошая заправка, очень вкусные были. Ну, вот автотуризму мы еще, кстати, коснемся, да, а вот цифры действительно очень интересные звучат, большие, хороший рост, вот, вот, во многих странах, да, туризм, это одна из важнейших отраслей экономики, расскажите, пожалуйста, а в России какую роль в экономике играет туризм? Слушайте, ну, если опять, как бы, возвращаться к цифрам, у нас сейчас по 23-му году доля туризма ВВП 2,8%, с одной стороны, это сильно больше, чем было до этого, там, 2,4%, и так далее, с другой стороны, мы сильно пока еще вдалеке от цифры в 5%, но к 30-му году, я думаю, мы ее достигнем, достигнем, потому что, во-первых, сейчас уже развернули программы, да, и, во-вторых, все-таки легализация сектора пойдет, как бы, да, наш сектор туризма все-таки больше, чем говорит о нем статистика, вот, мы это все сделаем, и такой рост, и это, но цифра в 5%, она тоже, честно говоря, на фоне других экономик-то явно не предел, ну, например, китайская экономика, которая, как бы, которая мощная, разветвленная и так далее, там туризм почти 10%, и в основном это внутренний туризм. Ну, во многих, кстати, в странах Азии. И во многих, да, там, условно, 7-8, там, до 10%, поэтому я думаю, что 5% это, конечно, будет не конечная цель, да, это должна быть такая промежуточная цель, вот, но, тем не менее, сейчас, как бы, важная, там, может быть, даже там не обсуждать, цифры поставлены, президент все задачу определил, и надо выполнять, вот, нам важно раскрутить вот этот вот меховик и, маховик, вернее, да, и сделать отрасль туризма такой самодостаточной, устойчивой и прибыльной, потому что только в прибыльной отрасли это все потом можно реновировать, развивать. Мы, кстати, по прошлому году видим плюс 50% на рост прибыли в секторе, вот, да, в секторе туризма, да, значит, ну, конечно, это, знаете, у нас, раз говорю, 50% рост прибыли, ну, все, давайте, закрываем поддержку там, все, и так далее, да, 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 нет, на самом деле проекты, вот, мы видим прям реальные проекты, смотрим, перебираем, все равно экономика сложная, экономика проектов сложная, как бы, окупаемость долгая, да, вот здесь, понятно, с нашими субсидиями при грамотном подходе, ну, наверное, да, там, там, 3-5 лет можно это купить, ну, опять, это, там, где-то инфраструктура была уже подведена, а есть ли новая инфраструктура, нам же нужно, о чем говорит сейчас, там, тот же Росцен, да, не хватает просто предложения, ну, то есть надо запускать новые продукты, надо запускать новые дестинации, в том числе, и вот сейчас там проект, например, 5 морей и озеро Байкал, да, это строительство вообще в чистом поле, по факту, как бы, да, это, значит, коммуникации, транспортная инфраструктура, энергетическая инфраструктура, отчистные сооружения, то, что очень, как бы, такой серьезный капекс, серьезные капитальные затраты, да, и риски для бизнеса, потому что надо строиться, место не раскрученное, ну, одно дело-то, там, не знаю, где, там, на Архизе, значит, где уже поток миллион человек, да, вот, ну, гостиницу, ну, все понятно, а вот эти вот новые места раскручивать достаточно сложно, и там государство должно брать на себя больший риск, должно рисковать и так далее, ну, в конечном итоге это все равно все окупается, никто гостиницу никуда не увезет, люди будут ездить, люди будут отдыхать, деньги будут крутиться внутри страны, поэтому туризм, ну, в этом плане так, беспроигрышная тема, понятно, что как министр экономики, я тут, я с двух сторон, как министр туризма и как министр экономики, понятно, что как министр экономики мы все считаем, все сравниваем, вот, но в любом случае туризм такой, такой самый высокий мультипликатор. Вот если говорить о проектах, да, вы один упомянули, какие вообще в стране сейчас проекты в сфере туризма самые интересные создаются, в том числе и с точки зрения строительства инфраструктуры? Ну, смотрите, как бы у нас, на самом деле, мы идем там разными, разными треками, что называется, путями, да, ну, первое, там, наверное, из мегапроектов, это вот пять морей озера Байкал, то, что на контроле у президента, да, то, что, по сути, новые, новые курорты на Черном море, на Балтике в Калининградской области, в Приморском крае, там ниже Владивосток прекрасные места есть, озеро Байкал, ну, с двух сторон, да, и со стороны Бурятии, и со стороны Иркутской области, то есть тут комплексно, вот, поэтому это такие большие, крупные проекты. Горнолыжные наши все инициативы, да, это и традиционно Кавказ, и Красная Поляна дальше будет развиваться, там, Роза Хутор есть вторая часть, и Кавказские наши курорты, ну, Архыс уже раскрученный, который сейчас, частный инвестор уже дальше развивает Момисону в Северной Осетии, у нас в Ведучи тоже стройка заканчивается в Чеченской республике, да, на Каспии у нас Каспийский прибережный кластер, там, около Дербента, там, вообще будет, я считаю, такое Дербент абсолютно уникальное место, и Каспий одновременно, то есть там, там есть вопросы с коммуникациями, но мы их решаем, вот, я думаю, такой прям жемчужином будет, верю очень в этот проект. Шерегеш, тот же Горнолыжка, как бы, да, значит, где есть, там, на Сахалине сейчас хорошее, там, много было сделано в предыдущее время, сейчас второй этап развития тоже по проекту, Камчатка, разумеется, как бы, да, это такое абсолютно уникальное у нас место, ну, то есть мы видим по всей стране, но у нас нет регионов, не привлекательных для туризма, поэтому все зависит, в том числе, от активности местных властей, ну, например, Ямал, да, уж казалось, ну, наша нефтегазовая, как бы, провинция, да, и все у коллег, в общем и целом, неплохо, там, несмотря на все конъюнктуры и так далее, но нет, губернатор, вот, Дим Мартюхов вышел с инициативой, там, большой, тоже такой хороший, горнолыжный и не только курорт РАИС, новый, как бы, да, мы тоже поддержали в рамках поручения президента, сейчас вот эта большая программа, он тоже вошел туда, да, ну, то есть регионы, вот, вытаскивают, вытаскивают, вот здесь вот мы видим, да, в Туле, вот, ну, вот, это потенциально, это уже много сделано, да, но еще вот в Калуге были на неделю-две назад, там такой тоже, ну, в чем-то концептуально похожий такой проект тоже очень большой, вот, а это уже местные проекты, да, это вот они рождаются благодаря какой-то небольшой поддержке малого бизнеса, какие-то там федеральный бюджет копеечку дает регион, добавляет, да, и они вот растут везде, поэтому вот благодаря, мне кажется, таким проектам у нас будет развиваться туризм из таких смежных, системных, больших, это автотуризм, программа, которую мы сейчас развиваем. Да, вот, кстати, об этом хотелось бы подробнее немножко. Ну, там, смотрите, как бы, да, логика автотуризма в чем? Увязать на базе термина автомобильный маршрут, ну, туристический маршрут, да, одновременно дорогу, чтобы она содержалась, чтобы были нормальные санитарные зоны, чтобы были нормальные точки, там, не знаю, какие-то достопримечательностей, там был мусор убран, да, и там ям не было, и там свет был, и там безопасно было, то есть вот эту часть. Ну, вот я про них, да, смотровые площадки говорю. Дальше заезды в городки рядом, работа музеев, чтобы они были открыты, когда туристы приезжают, и было понятно, куда обращаться. Гостинички, конечно, заправки, или, как сейчас там мы их называем, многофункциональные зоны, ну, то есть, чтобы это было не просто заправка, да, это там пообедать можно было с семьей, где-то передохнуть, там машину поставил, значит, там, не знаю, чуть-чуть-чуть-чуть часок подремал, как бы, да, отдохнул и дальше поехал, вот, и душевые были при необходимости, да, где-то уже и кемпинги, ну, то есть, чтобы это все как-то складывалось в единую картинку, чтобы не было разрывов, да, потому что, да, сюда ехали, да, оказалось, ну, Москва, я говорю, слушайте, давайте кофе заедем, попьем, да, вот, 50 километров пока ни одной заправки, да, вот, ну, это, понятно, тоже вопросы планирования, стыковки и так далее, понятно, что занимались дорогами, приведение в порядок, чтобы ям не было, вот, это, это, ну, не все сразу, и, с другой стороны, всем надо заниматься, как бы, да, надеяться, что все как-то само прорастет, да, ну, что-то прорастает, что-то нет, поэтому везде требуется постоянное внимание, вот, хотя вот здесь доехали, вот в Алексине прекрасная, например, заправка, и кофе вкусный, и булочки вкусные, и девушка очень приветливая рассказала. Ну, вот, развитие идет на глазах. Кстати, вот, о путешествиях еще такой момент важный, да, что за последние пару лет сильно подорожали отели в России, об этом мы уже с вами немножко говорили, что правительство может сделать со своей стороны, как повлиять на эту ситуацию, может быть, какие-то льготы, субсидии, поддержка каких-то более дешевых вариантов размещения, вот, вроде глэмпингов. Ну, вот, все это, я бы так сказал, да, потому что за последнее время, конечно, за последние три года, ну, благодаря вниманию президента, и благодаря такой поддержке, правительство приняло такой беспрецедентный объем мер, и действительно, правительство этим, ну, реально занимается и реально болеет, так скажем. Вот, и НДС мы обнулили, да, и вот программа поддержки вот этих глэмпингов и выделения средств. Вот, у нас сейчас на туризм, в федеральном бюджете мы тратим, там, от 40 до 50 миллиардов рублей в год, как бы, да, и это фиксируем на следующий период, у нас сейчас 400 миллиардов на 6 лет, то есть, получается, даже, как бы, больше, там, 65-67 миллиардов у нас предусмотрено, вот, и мы сейчас бьемся за больше, у нас там еще есть дополнительные предложения по источникам, вот. Вот, и крупные гостиницы, субсидирование процентной ставки, да, 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 в основном, это как раз поддержка номерного фонда, потому что в стране, ну, остро не хватает гостей, ну, номерного фонда, гостиниц, глэмпингов, всего-всего-всего, вот, поэтому, ну, плюс к этому надо, конечно, легализовывать, вот сейчас с Думой вместе работаем, бьемся, такой непростой вопрос, как бы, да, по гостевым домам, ну, на юге они распространены, ну, то есть, какую-то сделать форму такую вот, ну, она все равно существует, да, ну, чтобы были какие-то минимальные требования, чтобы были минимальные гарантии, чтобы они тоже вошли в этот реестр и так далее, да, и в то же время, ну, все-таки двигать бизнес к более цивилизованным, более правильным формам, чтобы люди, ну, получали гарантированно хорошую услугу, потому что тоже, знаете, самое, самое, мне кажется, страшное, что у нас всех было в жизни, это испорченный отпуск, правильно, и все, чем боимся, особенно, когда ты с семьей его ждешь, там, год, как бы, да, значит, пашешь, деньги откладываешь и так далее, и потом, ну, как-то, какая-то некомфортность, ну, прям, в душе обиды возникает, вот, поэтому... Извините, гостевые дома, вот вы имеете в виду какие-то, ну, полу, такие, кустарные, да? Ну, гостевые дома, это когда на землях ИЖС есть строения, которые люди дают в аренду, ну, и, да, вот, последний вопрос, тогда... Не знаю, вы останавливались на юге или нет таких гостевых домов, я думаю, у всех был опыт, как бы, да, какой-то... И не только в России такое есть, такого нового, да, к сожалению... Да, такая-то, это всегда серая зона, она такая между социальной и экономической, но, вот, все равно, надо регулировать, и это, как бы, надо этим управлять, потому что, если ты это сделаешь бесконтрольно, ну, какой смысл вкладывать деньги, строить гостиницу, там, строить, не знаю, бассейн, серый и так далее, когда рядом, вокруг, вот, много этого, так сказать, да, нелегального... Но, опять, тоже, на это есть спрос, да, и говорить о том, что давайте просто это запретим, там, мы сейчас катком пройдемся, тоже неправильно, как бы, да, но у нас люди с разным кошельком, и мы должны это учитывать, и на разный кошелек должно быть разное предложение. Другой момент, что все равно, ну, кошелек немножко, так сказать, тяжелее, да, и поэтому спрос, мы видим, сдвигается в сторону лучших отелей, лучших вариантов и так далее, вот. Но вот это, вот, мне кажется, очень хорошие варианты, вот, более того, вон, большие пространства, ну, реально, как бы, недорогие. И вот последний вопрос, буквально сейчас, да, 1 июля вступили в силу, вступили в силу новые правила регулирования деятельности инструкторов-проводников, да, изменились условия их регулирования. Расскажите, пожалуйста, для чего это было сделано, и чего вы ждете от этого нового введения? Ну, если вы помните, несколько лет назад были достаточно печальные события на Эльбрусе, когда люди пошли без сопровождения, и, значит, были жертвы, вот, и президент поручил тогда навести порядок. Первый заход был сделан, и на первом этапе была попытка доверить аттестацию инструкторов-проводников образовательным центрам, ну, образовательным организациям, вот. Вот, и на первом, ну, как бы, результаты оказались, ну, с нашей точки зрения, они не смогли бы дать те гарантии безопасности людям и то качество, которое ожидалось. Вот, поэтому мы в прошлом году все-таки сделали второй заход, вторую итерацию, и решили вернуть право по факту аттестации проводников спортивным ассоциациям. Три ассоциации были названы, ну, напрямую правительством, федерация спортивного туризма, федерация подводного плавания и федерация альпинизма. Это федерация, которая существует с советских времен, и в советское время именно они, по большому счету, и аттестовывали, как бы, и говорили, да, этому человеку можно доверить жизнь людей, вот, а этому еще, как бы, нельзя. Вот, поэтому мы договорились и вернули полномочия этим федерациям, вот, договорились, что будет аттестационный экзамен, в состав аттестационной комиссии обязательно войдут еще МЧС, это наши такие партнеры, как бы, да, потому что, ну, в конечном итоге им приходится потом выручать, спасать и так далее, вот, и они крайне заинтересованы, и, ну, там суперпрофессионалы работают, я прям с большим уважением к своим коллегам отношусь, вот, в этой сфере, и мы вместе это делаем, да, вот, и мы с 1 июля, мы сейчас федерацией сами составили перечни, с кем они работают, и кому они доверяют, ну, плюс, туристы еще дали туроператоры, которые тоже давно работают, там есть определенные требования, вот, мы включили в реестр, этот реестр есть на сайте Минэкономразвития, у каждого будет инструктор QR-код, прям на бейджике, да, сфотографировал, все увидел, где, как, чего, какие квалификационные. То есть, прямо к нему, подошел к нему, навел, да, 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 все, все, он, он, да, он авторизован или он не авторизован, все, он аттестован или нет, дальше мы договорились, что в течение определенного времени, в течение двух лет, они должны пройти экзамен, уже такой, полевой экзамен, что называется, то есть, доказать свои навыки на практике людям, которые суперспецы в этом деле, как бы, да, вот, и потом, ну, и они, как бы, подтвердятся, этот экзамен будет действовать, ну, мы сейчас обсуждаем, там, на 5 лет или, может быть, продлить на 10 лет и так далее, потому что экзамен получился достаточно дорогой, ну, поскольку это не торговля бумажками, да, это надо реально выехать в поля, что называется, да, в горы, там, в пещеры, вот, и там действительно вот это вот время отработать, показать свои навыки, вот, поэтому там обсуждаем, как еще сделать, ну, разумную систему вместе с федерациями, вместе с туризмом, чтобы это и, в конце концов, людям по кошельку не било, да, и в то же время было вот это вот, было это доверие, да. Параллельно обсуждаем тоже есть вопросы, там, турист, туристическая отрасль поднимает, там, ну, а надо ли всегда, чтобы два, например, инструктора сопровождала группу? Ну, в горах надо, да, а в лесу, может быть, на простых маршрутах и не надо достаточно одного человека. Ну, опять, опять зависит от состава группы, да, а если там мамы с детьми идут, ну, там, все равно, там, пару мужиков надо, да, как бы, ну, такие вот они бытовые вещи, да, но очень важно их постоянно мы обсуждаем, находим какой-то компромисс и будем гибко донастраивать систему, чтобы и безопасность, с одной стороны, и, с другой стороны, экономическая доступность была. А так, ну, мне кажется, ну, так по отзывам, вроде, надо федерации, конечно, поспрашивать, но мы это все очень плотно вместе с ними делали, вместе с депутатами делали, ну, то есть, такая, как бы, постарались сделать, что называется, реформу по уму, вот, ну, то есть, планирование, все обучение, информирование, переходные периоды, максимальный учет всех интересов, ну, вот, вроде, отзывы пока что получаются, фу-ть-фу-ть-фу, но здесь понятно, что сейчас, как бы, вот, испытания будет, поэтому вместе с МЧС будем, а дальше мы дадим еще регионам права контролировать с тем, чтобы были, ну, как бы, если мы легализовали, да, и люди, там, заплатили, вложились и так далее, то, соответственно, ну, нелегальных инструкторов уже на опасных маршрутов быть не должно, то есть, это будет достаточно жестко караться, как бы, да, пожалуйста, приходите, легализуйтесь, подтверждайте свои компетенции, но только так. Ну что ж, давайте пожелаем нашим читателям, слушателям, зрителям комфортного, безопасного, насыщенного отдыха в России. Да, с хорошими впечатлениями, и, главное, в России. Субтитры делал DimaTorzok